доброе утро дорогие мои аллилуйя приветствую вас шалом христос воскрес христос воскрес христос воскрес аллилуйя слава богу слава богу чудесно чудесно замечательно о хорошая новость к нам пришла нет лучшего нет лучшие новости в этот день чем новость о том что рано утром первый день недель воскресенье наш господь иисус христос восстал из мертвы интернет начал себе плохо вести извините простите интернет начал пропадать господь я молюсь чтобы интернет был хорошо добрый благословляю вас аллилуйя аллилуйя слава иисусу слава иисусу шалом зина христос воскрес халлилуйя аллилуйя чудова сергей христос воскрес халлилуйя шалом лучшая лучшая новость в этот день и во все веков христос воскрес людьми ласка доска христос воскрес аллилуйя самая прекрасная новость наш господь восстал из мертвы марьяна христос воскрес халлилуйя аллилуйя аллилуйя приветствую вас о дорогие мои до марьяна воистину воскрес чудово 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 прекрасно аллилуйя дорогие мои подождем немножко и начнем этот чудесный день местный дорогая тамара с александром я знаю что он возле вас христос воскрес аллилуйя ирина пухляк христос воскрес аллилуйя аллилуйя екатерина христос воскрес воистину воскрес чудово аллилуйя о замечательно какие вы дорогие какие вы прекрасные чудесные аллилуйя вы похожи на мария магдалина которая рано утром идет чтобы увидеть свое ожидание в исполнении как христос обещал что он воскреснет она хотела убедиться пришла с такими ароматами приготовлены ароматами месяц марии мат якова и соломе пришли потому что они что-то ожидали они верили его слова аллилуйя 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 лориса христос воскрес воистину воскрес из кривого рока да благослови все вас мои дорогие кривом роге аллилуйя чудесно 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 замечательно прекрасно нет ничего лучшего чем день воскресенье господа нашего иисуса галина из кировограда христос воскрес аллилуйя дорогая все мои братья и сестрами кировограде я помню вас очень хорошо не забила вас аллилуйя христос воскрес это самое лучшее что может случиться с кем-либо аллилуйя наталья драм христос воскрес чудесно чудесно я рад за каждого из вас василий из парвограда христос воскрес о дорогой мой передай всем нашим дорогим там пасторами и паса особенно паса виталик и ольги и все цепи христос воскрес аллилуйя чудово чудово как мне приятно с вами это утро провозглашать о воскресении наше с вами господа иисуса христа аллилуйя 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 павел плохотин на петровска христос воскрес аллилуйя дорогой по пьер христос воскрес чудесно хорошо будем начинать праздновать наш день уже началось рано-рано-рано утро праздник небеса уже начал а мы с вами подключаемся в это толщество три у господа нашего иисуса христа оксана елена поздравляю вас и наталья литинская христос воскрес окей дорогие мои давайте помолимся дорогой господь иисус я благодарю тебя что ты сделал так что самое лучшее мире чудо случилось с нами что христос наш господь восстал из мертвы на третий день после распятия за нас твое воскресение это за нас за наше оправдание подтверждение нашего искупления подтверждение наше спасение которое дает смысл и нашу веру о боже мы благодарим тебя что ты отдал нам сына единородного своего иисус крису чтобы мы верующих него не погибли но имели жизнь вечную которая есть твоя жизнь чтобы вернуть нас себе перемири нас собой мы благодарим тебя мы превосносим твое имя святое имя наш господь сидит одесну тебя отец и ты дал ему имя превыше всякого имени и именем его все колени буду преклоняться и все языки буду исповедовать что иисус христос господь и сегодня мы утвердительно провозглашаем иисуса господом еще раз на этой планете земли нет такого и нового подобного нашего иисуса воскресшего и смертый иисус ты господь на небе на земле и перисподне ты господь наш и мы славим тебя мы поклоняемся тебе мы рады что мы стали часть тебе аллилуйя слава тебе господь вся честь крепость мудрость достоинство тебе принадлежит оксана аллилуйя слава иисусу слава богу аллилуйя аллилуйя амин 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 аллилуйя дорогие мои у меня сегодня как никогда выше все дней моей жизни сегодня это хороший день и большой праздник и для меня и для вас каждый раз когда вспоминаю что христос сделать для меня это праздник это дает мне силу это дает мне энергии это открывает мне смысл моего существования христос сын живого бога за меня уме за меня за мои грехи и вас крест и смертый за моего оправдания для вечную жизни вечная жизнь аллилуйя я хочу поговорить с вами сегодня мы начали прошлой неделе один день с господом это день чуда один день с господом из да вчера должны последний день но сегодня вчера вечером так бог бог коснулся моего сердца чтобы делать то что мы делаем сейчас поговорить и я написал что мы будем сегодня говорит один день с господом то есть связь с и со крестом другими словам связь со крестом это тоже обозначает оттосчезвление со крестом я соединяюсь со крестом я соглашаюсь со крестом я вместе с ним становится одно халилуя 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 и и это есть то что мария магдалина мария мать иисус мат якова и соломея решили делать день первый день недели день воскресенье третий день воскресенье третий день после смерти господа иса креста и все четырех евангелисти мать фея марка лука и иван зафиксировал одно и то же событие первый день недели как свидетель у нас больше чем одного свидетеля халилуя поэтому это событие неоспоримы это достоверно о халилуя посмотрим что говорит каждый из них матфея евангелист матфея его последнее послание 28 глава он говорит 6 стих об этот день когда мария магдалина и другие другие другая мария пришли приготовленные ароматы чтобы помазать чела иса крестом они встретились ангелом и вот что ангел сказал 6 стих его нет здесь он ба скрест сказать со мной он вас крест его нет здесь аллилуйя давайте марка марка также посмотрим что марка марк говорит евангел от марка 16 глава по пришествии субботы мария то есть день субботы закончилась мария мандалина и мария яковлево то есть мать якова и соломея купили ароматы чтобы идти помазать его и там они встретились самые прекрасные новости которые можно ожидать тот день 6 стих он вас крест его нет здесь аллилуйя ангел говорит он вас крест его нет здесь но пришествие к этими словами он сказал не ужасайтесь иисуса ищите назарина распятого он вас крест его нет здесь давайте вместе с марком скажем христос воскрес христос воскрес христос воскрес его нет гроба аллилуйя что руки тоже говорит евангел от руки аллилуйя 24 глава тоже 6 стих гласит одно и то же что батфея что и марка говорит его нет здесь он вас крест вспомните как он говорила когда еще в галиле сказал что сын сыну человеческого надлежит быть предан в руки человеку грешников и битра спяту и третий день вас крест и вспомнили они слова его и мы обещал на воскресенье и сметки молодец лука молодец и что и он говорит что и он говорит и он говорит не что так же удивительно и и он дополняет очень интересный вещь и 1 20 глава когда мы читаем девятнадцатого стиха что мы замечаем первый же день недели вечером когда двери дома были закрыты если судья за вас крест и женщины пришли сообщили братьями учениками и вечером они закрыли себе дома сидят иисус являясь и начали говорить им первое послание иисуса к учениками угадайте он сказал им мир вам первое послание после воскресенья иисус говорит мир вам мир самсону тамаре люди мир вам дорогие мои мир вам алине запорожье мир вам всем аллилуйя мир вам елене мир вам петре мир вам павел мир вам всем дорогие мои вот послание иисуса 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 иис себе с его миром поэтому прямо сейчас в этот день воскресенье скажите твоему дому твоему близкому который с вами сейчас мир тебе дорогой мой мир тебе дорога моя мир детям моим мир нашему дому с этого дня наш дом предназначен для мира позже мир нам мир позже украины мир всему украины аллилуйя мир всем на планете земли мир пришел я к вам аллилуйя миром я вас крест миром встречай вас аллилуйя аллилуйя и 2 послание угадаетесь пьехи рассказала им мир вам реакции учеников они отреагировали и что они делали написано абрадавались со увидели господа я молю соби сивоня вы пережили господа иисуса креста вы пережили такую радость его воскресенье аллилуйя аллилуйя радость от воскресенье господа иисуса креста такая радость неземная такая радость божия радость радость потому что мир божий пришел к нам с вами аллилуйя 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 они радовались абрадавались что увидели христа дорогие мои мы с вами увидим господа иисуса креста я молю прежде тем что наши глаза увидеть его как вы меня видите я молю чтобы ты увидел его в делах ты увидел его писание ты увидел его в моей личной жизни переживания ты увидишь его ваше свидетельство чтобы мы видели его в церкви мы ощущали его присутствие как никогда и его присутствие чтобы море радости было наше достояние во имя иисуса креста да зина мир гане мир иерусалим мир украине мир всему нашему планету аллилуйя мир 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 христа и третье послание он сказал им как послал меня отец так я послал вас вернусь к этому чуть попозже значит у нас свидетели ангел мария магдалина мария мать якоба саломея матея марка лука июан пьорти все ученики свидетельство от том что иисус креста воскрес и смертный это были люди которые видели его глазами своими ходили с ним а как насчет нас с вами которые не видели его глазами и так далее 1 коринфянам 15 глава давайте поговорим с павелом как мы можем тоже отучить себя с тем событием которое было первый день недели тот день воскресения господа иисуса креста халлилуйя потому что когда мы поймем это это будут влиять на наши с вами жизни очень-очень что павел пишет своим учениками или слушателям напоминаю вам братья евангелие которые я благовестного вам которые вы и приняли в котором и утвердились в котором и спасаетесь другие переводы например в котором и вы спаслись но здесь говорит спасайтесь вы спаслись и еще в процессе если преподанное удреживаете так как я благовестного вам если только не тщательно уверовали что я первое начало начало преподавал вам что и сам принял то есть что кристос умер за грехи наши первое послание по писанию кристос умер за грехи наши по писанию и что он вас он погребен пил и что вас крест в третий день по писанию и что явится киеве потом двенадцати потом явится более нежели пятиста братьев в одно время из которой большая часть до ныне в живые а некоторые и почили потом явится и яков так же и семь апостолов и после всех яков вместо его личный брат потом после всех явится и мне как некоему извергу ибо я наименьше из апостола и не достойно называться апостол потому что гнал церковь божий у меня плохая история но он изменил мою историю халилуя но благодатью божий если то что если и благодать его во мне не было четно но я более всех по их потрудиться не я впрочем а благодать божия которая со мной и так я ли они ли мы так проповедуем вы так уверовали слава иисусу кресту халилуя 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 христос воскрес дорогие мои у нас море свидетельства и павел как один из тех которые не присутствовал когда его распинали один из тех которые не присутствует когда он воскрес из мертвы как марии марии магдалина салуме как один который не присутствовал ту комнату когда иисус зашел после воскресения и сказал им мир вам мир вам и вдохнул на них святого духа и сказал как отец меня послал так я послал его на кого вы простите прошли будут на ком вы оставите греки свои так и будет павел говорит я после покаяния поверил всему что эти свидетели говорили что иисус явился киеве когда он воскрес он явился апостолом он явился Якову своему брату он явился девинасет апостолов и петистам учеников свой одновремени и явился меня какими по дороге дамаске я покаясь я явился и мне и так и мне самсон явился и вам явился аллилуйя он не мог явиться если бы он не воскрес из мертвы потому что все эти подтверждают что он умер его распинали его убили его хранили в гробах как мертвы может явиться во плоти и как он мог разговаривать с ним как он мог хлеб с рыбой с ними как он мог показать свои руки и боку подтверждение его воскресения из мертвы что он тот кто умер и воскрес из мертвы и потому Павел говорит по писанию то есть мне не было там но я поверил что было сказано Матвеем Марком Лукой и Иваном я поверил их поверил Марии Магдалина поверил Марии Матьяковой я поверил Соломе я поверил этим женщинам и братьям которые сказали он воскрес в этом Павел говорит по писанию он умер по писанию был погребен по писанию воскрес из мертвы и Павел говорит Христос воскрес халлилуйя халлилуйя давайте скажем вместе Христос воскрес и за воскресение Христом идет мир Божий и вдохновение Святого Духа Дух Святой сопровождает его воскресение нам и радость потому что мир приносит радость что наш Господь победил смерти победил ада как колоссианам 2 глава Павел пишет 14-15 стихи что Иисус сделал и истребил учение бывшее о нас рукописание которые были против нас и он взял его среди и пригвозили ко Христу отнял силу начался и властей и властно подверг их позору восторг над ними собой это называется триумф это настоящий триумф и вчера мы говорили об этом теперь скажу следующее дорогие мои воскресение Иисуса Христа мы считаем самое величайшее чудо которое может испытать человека на земле воскресение его в нашей жизни его воскресение изменил ход и ссоры Пятницу Пасха которое было переход перейти и это не случайно что его распинали день Пасхи по Моисеевским принципам или законам которые Бог ему дал и этим он заменил ход истории и Павли пишу Христос Пасха наша уже не та Пасха агнес который закалили и мазали дверь в Египете это не то это не та Пасха это новая Пасха Новый Завет с кровью Иса Христа кровь которую он взял чашу он сказал это кровь Нового Завета Нового Завета и он изменил ход истории поэтому даже датирование в истории поменялось оно домино оно домино оно домино он поменял датирование хотя мир пытается менять и называется век наша эра и так далее но его воскресенье ничья воскресенье настолько его воскресенье сильно мощно могучая свина для нас недооценивайте его аллилуйя теперь что нам делать скажу вам как ученики делали праздновать Христа праздновать его воскресенье мы связываем себе с ним отошевляем себе с ним этот день один день с Господом это день чуда самое величайшее событие или чудо это воскресенье Иисуса Христа который менял в ход истории и это дает нам праздновать Христа празднуя Христа мы празднуем его воскресенье празднуя его воскресенье мы празднуем веры наши во кресте что он воскрес и смерт вид наша вера во кресте что он умер и воскрес ведет нас к искуплению и спасению то есть тот день когда мы веровали мы пережили самое величайшее чудо которое можно нужно пережить нашу жизнь потому что если нет воскресенье Христа вера наша бесполезна тщетна но из-за того что он воскрес и смерт чудеса возможны и самое величайшее чудо это воскресенье Иисуса и твоя вера подключилась соединилась а то что было написано по писанию что он воскрес и смерт и мы пережили спасение от грехов и папе удерживаете утверждаете в это евангелие которое мы приняли и передали вам аллилуйя аллилуйя как мы пережили это чудо это когда мы согласились что он умил за нас и воскрес на третий день за нас между распятием и воскресением он отнял ключи от все на час от сатани от бесов он отнял ключи ада и смерти и порвел их позору и восторжевать над ними и вышел победоносно триумфно чтобы наша вера имела смысл чтобы наша вера могла производить для нас чудеса и знамения когда мы верим и проповедуем я проповедовал вам то что я принял и вы поверили и пережили это чудо через наставление это веры чудеса начали происходить галатам 3 глава вот как Павел пишет галатяне он 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 у халилуя все только хочу знать от вас через делали законы вы получили духа или через наставление веры веры о ком о чем вера о том что Иисус умер за грехи наши второй день он отнял ключи ада и смерти и открыто восторж над дьяволом и третий день воскрес и смерть и он говорит подающий вам духа совершающие между вами чудеса через делали закона сей производ или через наставление веры то есть когда мы наставляем людей веры о том смысл смерть христа о том смысл его хождение перисподней и что там он творил против врагов наших клеветников и о том смысл его воскресения и смерть мы переживаем чудеса ежедневно ежеминутно мы переживаем Бога нет ничего лучшего в этом мире переживать чем переживать Бога и смотрите воскресение Иисуса Христа что дает нам дает нам возможность иметь подтверждение о нашем спасении часто мы говорим спасение это самое величайшее чудо что можно пережить и как мы пережили вера в Иисуса Христа если вера в Иисуса Христа дает мне переживать или получить величайшее чудо которое спасение души моей тогда моя вера она достаточно на все остальные проблемы потому что самая сложная проблема моя вера переобрела меня спасение от грехов и перевела меня в отчисление за Христом с его смертью мы крещением умерли и воскресли с ним и описание одесну его сидим тогда если через воскресение его первое и величайшее чудо возможно мне тогда все остальные чудеса возможно мне вы усекли без напряжения первое чудо было возможно мне что я имею ввиду я просто по вере как Павел говорит по Писанию я по вере и я получу спасение и не хочу тирать свое спасение через обратное оступление от веры я буду верить до конца и пока я веру до конца чудеса неминуемые моей жизни я живу в Украине в этом году 30 лет 25 в Гане 30 в Украине и я каждый день переживаю чудеса я даже не знаю как я живу поверьте мне Бог приводит чудесные прекрасные людей чудово в моей жизни и они становятся инструментами Божья рука и мы они благословляют они вместе со мной мы служим столько Бог сделал не хватит книги писать так Иоанн сказал если даже буду писать все что Иисус сделал весь мир не вместить сколько Он сделал в нашей с вами жизни мы каждый день переживаем чудо если наши глаза открыли в духовном мире и знали от чего спасает наш Господь ежедневно сидя одесну отца мы поймем силу его воскресения он не воскрес чтобы мы с вами пережили поражение он воскрес чтобы мы ежедневно ежесекундно побеждали потому что ключи смерти он отнял ключи ада отнял от власти и от силы тьмы халлилуйя халлилуйя великое чудо это что Иисус воскрес во мне поэтому это время праздновать праздновать воскресенье праздновать воскресенье и праздновать твоего воскресенья во кресте и праздновать жизнь вечную наша жизнь полно праздников лучше чем все праздники в Украине аллилуйя самый крутой праздник это воскресенье Господа Иисуса Христа и с этим мои эмоции не успокаиваются потому что что-то внутри поднимается что Он воскресен за меня и за вас мы счастливые люди вы слышите мы счастливый люди чудеса возможно если спасение возможно значит исцеление возможно значит освобождение возможно значит избавление возможно Значит, радость возможна. Значит, есть проповедание Евангелия возможна нами. Аллилуйя! Силою воскресшего Христа и с мертвым. Самое лучшее, что может случиться с тобой, это что ты воскрес со Христом. Сегодня ты отожреваешь себя с Ним. В крещении, что Он умер и воскрес за тебя и за меня. Есть люди, которые любят спорить. И Павел столкнулся с такими людьми, которые говорят, что нет воскресения. И это из того, что... О, Боже мой! Отступление веры. Это значит, что я перестаю верить, что Он умеет за меня. Я перестаю верить, что Он воскрес из мертвы. Не, не, не. Туда не ходите. Туда не идите. В том направлении нет. Продолжай идти вперед. Он умеет за тебя. И Он воскрес за тебя. И когда ты дрежишься на это, Галатам говорит, чудеса неизбежны. Какое чудо? Не бойся слова чудо. Не бойся этого слова. Если ты боишься слова чудо, тогда смысл своего спасения тоже может теряться. Потому что это самое величайшее чудо. Знаете, проповедуя Евангелие по Писанию, я столкнулся, когда люди мне говорят. Как ты можешь людям обещать, что Бог их исцелит? Как ты можешь говорить, что на твоем собрании будут чудеса и знамения? Нельзя так говорить. Потому что ты не знаешь, Бог исцелит, не исцелит. А когда Бог хочет по своей воле, тогда Он исцелит. Ты же не Бог. Это я согласен. Я не Бог. Но я Его друг и я Его дитя. Я кое-что знаю. Знаете, что я знаю? Хотите знать? Я знаю, что Он взял мои грехи и немощи одновременно. И случилось одновременно. Так, чтобы верой я мог получить чудо спасения и чудо исцеления. Если чудо исцеления невозможно, тогда чудо спасения теряя смысл. Значит, я не спасен. Спасение есть воля Божия. И это самое высшее чудо. Тогда менее чудо, по-вашему, те, которые так спорят, исцеление, избавление, освобождение, тогда тем более они быстрее получатся, если мы будем изменить наше мышление немножко. Посмотрите. Давайте рассуждаем. почему мы думаем, что спасение невозможно, а исцеление невозможно или освобождение невозможно? потому, что люди преувеличивают проблемы, чем Слово Божие. Потому, что спасение вы не видите глазами, но спасение реально больше, чем вы думаете. если я хочу сформировать такую мысль, если я могу с верой получить спасение, почему я не могу верой получить исцеление сегодня и пережить чудо исцеление? Почему? если исцеление невозможно, тогда спасение теряет что-то в моей жизни. Вы меня понимаете? Они одно. Спасение исцеление одно. Это избавление от чего-то. Спасение это избавление от грехов. исцеление это избавление от болезни. И та же вера для спасения это та же вера для исцеления. Если мы будем верить в такие чудеса, наши церковные собрания будут измениться, наши молитвные собрания будут меняться, наши домашние собрания будут меняться. Мы увидим славу Божию ежедневно наши встречи и свои жизни. когда человек кается, мы верим, что Бог простил его. Но когда кто-то молится за исцеление, мы не так сразу верим, что Бог исцелил его. Почему? Потому что мы иногда увеличиваем, преувеличиваем болезни на воскресение Иисуса Христа. Именно в его воскресении мое спасение от грехов и мое спасение от болезней и освобождение от власти тьмы и сатани. В его воскресении, когда я стою в воскресении Христа, отучивляю себя с ним, я связываю себя с Христом. В этом смысл Писании, что моя вера спасает меня от грехов и от немощи и недругих болезней, которые он взял одновременно на кресту и был распятен. Я пытаюсь оживлять нашу веру с вами, чтобы то, что мы можем получить сегодня, не откладывать на завтра. Представь себе, что кто-то пришел к вам, вы поговорили с ним о кресте, что Иисус умен за вас, если поверить в него, ты спасешь от грехов твоих. И то, что мне покаетесь, и то, покаялся по вашим посланиям, поверил, а потом вы говорите, вы знаете, я не знаю, что воля Божия для вас сегодня спасаться. Бог может бы хочет вас научить через ваши грехи, значит, он накажет тебе чуть-чуть скорби и проблеми, а потом подумай, тебе спасать или нет, или приходи в другое время, давай отложим твое спасение будущим, когда Бог захочет, Он тебя спасет. Это не послание за креста, это не Евангелие, это не Евангелие, это какое-то чушь, это какое-то бесовское учение, демоническое. это не Евангелие, Евангелие гласит так, в Писании Он умер, погребен и на третий день воскрес измелья. Если нет воскресения, тогда тщетно наша пропагедия, тщетно наша вера, тогда мы сами несчастливы, потеряны в этом мире, потому что мы говорим, что Он воскрес, когда Он не воскрес, а если Он не воскрес, тогда нет спасения, если Он воскрес, тогда нет исцеления. Другими словами, если Он воскрес, исцеление возможно, спасение возможно. Как я принимаю свое спасение и получать мир сезем, так и же с этой же верой, я могу сейчас получить свое исцеление. Поэтому воскресение со Христа это подтверждение моего спасения, моего исцеления. Вы слышали? И моей свободы от власти тьмы, от прокладия, сбавления от них и жизни вечной, прекрасной приобретаю. Христос воскрес, Христос воскрес, чтобы один день с Ним, как сегодня, были наполнены смысл, радости, благодарности, чтобы твоя вера всегда была активна. Его воскресенье активизировало нашу веру. теперь что делать? Это то, что он сказал ученикам Иоанна 20 глава. Как отец мой послал меня, так послаю вас. Теперь я ожил вашу веру, Иисус говорит другими словами, я дал вам мир, помните, когда я послал вам под вас, чтобы ходить под домом, городом, сказал мир вам, мир вам, теперь делайте это больше. Я вдохну на вас Святой Дух, и Дух Святой сошел на вас, сила Божия есть с вами, чтобы говорить обо мне, Иисус. Поэтому теперь идите и делайте, как и мой отец послал меня делать. Как отец послал его делать? Проповедовать людям спасение, проповедовать людям исцеление, проповедовать людям освобождение, исцеление сокрушение с леса, отпускать исмучить на свободу и проповедовать летом Господнем, привезти спасение, принести мир, дома, города. Как мой отец меня послал? Вы делайте так Иерусалим, делайте так Иудеи, делайте так Самарии, и делайте так до края земли, до Ганны, до Украины, до Америки, Китай, Японии, Тайвань, Испании, Гармании, Греции, Турции, Лондон, Великобритании, делайте, 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 на континент Африки, делайте, не останавливаясь, до того дня, когда мы встретимся, ваше проповедание, пописание, что Иисус уме был погребен, и воскрес на третий день, доказывает, что вы сделаете Иисусом живым по местам. Мы доказываем Его воскресение, когда мы проповедуем, и доказательства, когда люди верят и спасаются, когда люди верят и исселяются, и потому Иисус говорит, Сасва Божия приблизится к вам, когда вы идете и говорите, мир вашему дому, исселяйте о них и скажите им, мир Божий приблизилось, Сасва Божия приблизилось к вам. Мы оживляем Сасва Божия дома и сердца людей, мы носители, передатчики, мы, 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 как называется сегодня современные такое слово, как их называют, те, которые приносят, например, заказывают что-то, как Глоба, да, они приносят вам это, тоже заказывают в магазин, они могут принести тебе Макдональдс или КФС, они берут и приносят доставки. Мы достаем людям спасение, и наш мир без нас не может спасаться. Как они могут веровать без проповедующего, а как проповед не пойдет, если не будут послать. О, блажен ноги, благовестия, мир и благой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воскресение Иисуса Христа для нас уверовавших. Курел, курел, святя накопил, спасибо, курел, мы курел со свобожием, аллилуйя, спасибо, дорогая. Иисус, его воскресение дал нам смысл жизни и призвания. Он говорит, как Отец мне послал, так я послал вас. Я примирю вас с собой к Отцу. Теперь даю вам служение примирения и вы мои посланники идите и примирайте мир мне. Аллилуйя. Поздравляю вас с новым призванием. Поздравляю вас с воскресением Иисуса Христа. Поздравляю вас в вашей вере, спасение, вере в воскресение Иисуса Христа. Празднуем Христа празднуем воскресение, празднуем твоего спасения, празднуем твоего чуда, празднуем тебя и празднуем Самсона, празднуем тебя и Самсона, празднуем Христа, Аллилуйя, за спасение. Поздравляю вас, дорогие мои и говорю вам Христос воскресе. Вой истину воскресе. Люблю вас. И моя молитва прежде тем, что я уйду с эфиром, с вашей верой данное время, этот час приобретает вам все, что Бог приготовил для вас этот день. Даже как тот день, когда вы покаялись, вы получили спасение от грехов. Так вы получите сегодня во имя Иисуса спасение от болезней, спасение от недугов, спасение от демонов, от бесов, от наркотиков, от акаголизм, от азартной зависимости, от любой зависимости, спасение от припадей, преступлений, эпилепсии, от рака, от любой болезни и неможи, и от слабости, и то, что тебе не достает, с этой же верой, да вам буду обеспечен Богом, во имя Иисуса Иисуса. И вы будете жить, будете сохранены, и будем радоваться, будем жить в мире, не в беспокойстве, в мире Господа, а то, что изменится Христом, это твое место, связь с Христом, это твоя сила, вера твоя изменит тебя, благословляю вас, и ваша жизнь, не останется по-прежнему, благодаря воскресению Господа Иисуса Христа, радуйтесь жизни, потому что Христос воскрес за вас, во имя Иисуса Христа, Амин, Амин. Мы следующей неделе, начиная завтрашнего дня, сделали маленькую паузу, но эту паузу я хочу искать лицо Господа, чтобы через неделю знать, что с вами говорить. Молите за меня и за мою семью, если Бог коснется вашей семьи, быть частью того, что мы делаем служение людям и вам, и вы хотите участвовать в финансовом благословении, пожалуйста, после этой передачи зайдите в информацию там, в нашей странице, в каком валюте расположены ваши семьи, по-украински, по-американски, по-европейски, вы можете, и мы будем очень благодарны, что вы часть нашей жизни, и мы рады, что мы с вами служим Господу. Дорогие мои, самое величайшее чудо это ты, Иисус за тебя умеет. Я люблю вас. До встречи с миром Божьим. 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 и с м т и божьим. Продолжение следует...